Всем доброго дня, друзья! В общем, поехали мы сейчас на окружную. Вышли на Антонова Овсиенко. Двигаемся в сторону улицы Героев-Сибиряков. Вот так-то, как говорится, нужно выручать одного моего хорошего товарища, который проживает в Москве. И нашел здесь запчасть, которая ему нужна. Вот, поэтому попросил съездить, посмотреть. Причем я, конечно же, без вопросов смог ему помочь. В общем, зазвонился с человечком. Договорились на час дня. Ну, в общем, двигаюсь. За бортом у нас, кстати, плюс один. И легкий снежок. Никак бы погода не устаканится. Нормальное русло. А товарищ мой, Алексей, это тот человек, это очень хороший человек, который помогал мне запчастями. Ссылочку я обязательно оставлю под этим видео. Там будет ролик о том, что было перед Новым Годом, что мне приключилось и как он смог помочь. Поэтому дружба есть дружба. И с большим удовольствием, чем могу, я всегда помогу. Все никак, блин, не заеду на мойку. Жду, жду. Думаю, ну сейчас. Сейчас погода устаканится. Ну, никак. Это дождь. Дождь со снегом. В общем, так вот и живем, ребята. Хотя бы ветра нет. Радует уже. Сейчас прокатимся. Посмотрим, что нам могут предложить. Ну, если все в порядке, если все так, как описывал продавец, тогда просто выкупаем и все отправляем уже к своему дорогому товарищу на Москву. Кстати, надо еще на заправку заскочить. На обратном пути буду ехать. Можно будет. И заскочить, потому как очень удобно, чтобы не мотаться уже завтра. Хотя завтра, наверное, я уже выезжать никуда не планирую. Если не дернут по работе, то у меня завтра выездов никаких не будет. Впереди дома. Это улица 9 января у нас. Ребята, кто смотрит нас из других регионов, будут спрашивать, интересоваться. Также не забывайте, кстати, подписываться на канал в Инстаграм. Вот. Там информация о канале на Ютубе указана. Страничка моя в Инстаграме и мамина. Что-то, если ребят интересует, спрашивайте, что знаем, расскажем. Что не знаем, покажем. Что совсем не знаем. Я думаю, наши дорогие подписчики и просто гости смогут что-то подсказать, написать в комментариях. Заметил, что движение такое кайфовое. Сейчас до 16 февраля, кстати, отправили всех на удаленку. И знаете, ребят, в городе нет уже таких пробок. Днем двигаешься нормально. Утром вообще без проблем по сравнению, как было и как сейчас. Блин, небо и земля, конечно. Реально ездить – одно удовольствие. Без всякой спешки куда-то. Можно выехать и спокойно добраться туда, куда нужно. Ехали. Вот так-то. Что-то там впереди у нас каишники стоят. Маши спрятались. Ну да. Хотя бы сирен подключают вёстру. Уже хорошо. Здесь, кстати, рынок. Проехали, блин, по левую руку. Был рынок. Нахалмистый. Так его называют. Здесь не очень приятные запахи. Что летом, что зимой. Теперь я могу сказать это с большой уверенностью. Наверное, где-то отчистное, что ли. Понятно. Ладно, двигаемся. Сейчас будем съезжать на улицу Дорожную. А дальше уже на Люго-Шевцовый. Поехали. Улица Путиловская. Сейчас дальше поворачиваем направо. Это уже будет у нас улица Люго-Шевцовый. Дом 28, там, кооператив, гаражный. Уже человек позвонил, говорит, всё ли, всё ли. Я говорю, да, конечно, уже на подъезде. Ну, прекрасно. Я, говорит, ожидаю, встречаю ворота. Шик. Вообще песня. Вот так, друзья, приятно дела иметь с хорошими людьми, когда всё чётко. Как-то так. Конечно, всякая жизнь бывает. Могут планы поменяться. Да, ну, хотя бы позвонить, скажи там, чтобы поменялось. Вот. Ну, у нас всё в силе, поэтому всё супер. Небольшой обзор. Пока что катимся. Вот. И всё. Ну, а здесь сейчас повернём направо. И всё. Уже почти уцелим. Что хотел отметить. Блин, дорожное покрытие немножко у нас за вот этот месяц испортилось. Перепады температур. То тут яма, то тут яма. В общем, мало приятного. Но я думаю, сейчас подлатают. В принципе, с дорогами-то в Воронеже классно всё. Через 4 минутки уже подскочит. Сейчас заснимем видос. А лучше даже, наверное, по WhatsApp позвоним Лёхе. Чтоб он посмотрел. Я-то своими глазами, конечно, гляну. Ну, мало ли. На всякий случай перестрахуем. Чтоб всё было чётенько. Ну и всё. Если всё окей, забираем и мчим домой. Ну, а дальше, я думаю, уже можно будет отправить с ДЭКом. А может быть, а может быть, это даже через отца. Потому что отец поедет в Москву. И, скорее всего, даже ДЭК будет удобнее, чтобы не платил деньги. Так, ребята. Забрал я проставочки вот такие для ступицы. Моему хорошему, дорогому товарищу Лёшке. Вот, будет теперь крутыш-малыш. Очень качественный. Кстати, человечек здесь, который продавал мне, сказал, что это делал токарь в Воронеже под заказ. Вот. Поэтому я по ним вижу некачественное состояние. Прямо новых это прям вообще днём с огнём-таки не найдёшь. Вот. Поэтому, да, теперь любая разболтовка будет. Любые диски может человек будет ставить на свою машинку. И, в принципе, всё. Что ещё радует, что всё-таки через отца. Я буду передавать товар. Вот. Чтобы он не платил за доставку. Немножко сегодня был лёгкий обзор. Прокатнулись с вами по Воронежу. Самое главное, сделали хорошее, доброе дело нашему дорогому товарищу из Москвы, Алексею. Поэтому всем спасибо, кто был вместе. Желаю вам доброго, хорошего дня, замечательного настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. И, конечно же, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока.